Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это ролик нового формата на канале Интервью. Короче, как часто они будут выходить, зависит от того, как они вам понравятся. Очень часто я слышу от вас вопросы по поводу того, куда пропал тот или иной ютубер, связанный с миром The Isle и прочих игр. Или вы хотели узнать что-то новое, интересную личную информацию о известных ютуберах мира Ислы, или интересную личную информацию о держателе серверов. Короче, в данном ролике, в сегодняшнем ролике, у нас небезызвестный ютубер, достаточно известная личность Black Ninja. Достаточно известный ютубер в мире The Isle. И сегодня он будет отвечать на очень интересные вопросы. Знаю, что Влад достаточно интересен вам. Среди моих подписчиков есть его фанаты. Ну, в общем, обязательно ставь пальчик вверх. Все ссылочки на канал Black Ninja, его дискорд я оставлю в описании. Обязательно подпишись. Приятного просмотра. Black, первый вопрос, который я хотел бы тебе задать. У тебя достаточно быстро растущий и знаменитый канал на ютуб. Он связан с миром The Isle. Расскажи о себе, что можешь. И как ты связался с ютубом? Привет, Скай. Спасибо, что пригласил. Рад поучаствовать в этой новой рубрике у тебя на канале. Про себя сильно много интересного не расскажу. Зовут меня Влад, 31 год, живу в Питере. Снимаю видосики про Ислу и про другие игры. А вот как познакомился с ютубом, тут уже как раз можно немножко больше заморочиться. Было это году в 17 или в 18, по-моему. Я побывал на семинаре по ораторскому искусству. Для самых юных наших зрителей я пояснил, что ораторское искусство – это умение красиво говорить. И оно вам очень пригодится, если вы выступаете часто на публику. А мне по роду деятельности приходилось часто тогда выступать на публику. То есть постоянно на каких-то конференциях, на каких-то выставках. Там доклад прочитать, презентацию, с кем-то пообщаться и так далее. Ну и я решил, короче, немножко прокачаться на эту тему. И вот сходил на такой семинар. И на этом семинаре там дали совет довольно очевидный в целом. Что если ты хочешь лучше говорить на публику, тебе надо больше говорить на публику. То есть делать это каждый день в каком-то там формате. И посоветовали завести блог в Инстаграме или в ТикТоке. То есть просто снимать самого себя. Рассказывать, как ты сходил в магазин, вынес мусор, что-то погулял. И все вот это вот там с красивой речью, с артистизмом рассказывать. Чтобы люди на тебя смотрели. Но у меня эта концепция как-то не очень зашла. То есть в целом тема-то рабочая. И я решил, что, блин, надо бы как-то что-то делать. Но вот формат реализации мне вообще не нравился. Я думал, блин, да кому там нафиг надо на меня смотреть? Как я там, блин, постриг ногти, сходил в магазин там куда-то на работу. Где-то проехал, постоял в пробке. Вот я буду сидеть сейчас рассказывать. Блин, смотрите, стою в пробке. Вот так вот. Смотрите, как здорово. Думаю, не, не то пальто. Надо что-то другое придумывать. И где-то, наверное, полгода я в итоге ничего не делал. Уже забыл об этом. А потом такой, а, подожди. Можно же снимать игры. Типа совместить приятное с полезным. Все делают. Я буду делать. Но все делают просто так. У меня хотя бы вот повод есть. Причина. Цель. И так далее. Так спросят кто-нибудь. Дубинушка, тебе 30 лет. Ты в игру льти играешь. Иди работай. А ты отстань. Я саморазвиваюсь. Вы не понимаете. Это другое. Типа того. Ну и вот, короче, начал снимать игры. Как сейчас помню. Первое видео, которое я снял, это вообще было по World of Tanks. Я там заснял одну катку. Еще и с вепкой. Думаю, блин, надо же обязательно с вепкой. Первое видео, когда ты вообще не умеешь ничего там не говорить, не смотреть. Думаю, блин, надо точно с вепкой. Записал там. Такая дичь получилась. Сижу там с мордокирпичом вообще. Что-то бубню себе под нос там такое. Потом пересматривал. Думаю, что, блин, красавчик. Хорошо получилось. Хорошо. Надо заливать. Ну и, короче, вот так. Вжух. Пять лет. И мы здесь. Расскажи, как ты познакомился с Зайл. С Сослой я абсолютно случайно познакомился. Как бы судьба нас свела, так сказать. Просто сидел в начале 21-го года как-то вечерком в Стиме. Я тогда какую-то игру прошел. То ли Ведьмака перепроходил, то ли не помню. И вот ты после этой игры сидишь такой и думаешь, блин, во что можно еще играть после этого в принципе. Так бездумно листаешь игры в Стиме. А там то ли какая-то подборка, то ли рекомендации, то ли топ. И вот я их сижу, листаю, смотрю и сла. Думаю, блин, интересно. Честно, почитал описание, посмотрел скриншоты. Думаю, блин, я такого раньше вообще никогда не видел. Как бы игра про динозавров, открытый мир, выживание, хоррор. Думаю, звучит интересно. Отзывы почитал, отзывы хорошие. Думаю, да быть такого не может. Как я о ней не слышал-то вообще ничего. Если настолько хорошие отзывы. Они там были очень хорошие тогда. Сейчас не знаю, как не проверял. И думаю, ну почему бы и нет. Посмотрел, она стоила по тем временам, там еще со скидкой, там в районе 300 или 350 рублей. Думаю, ну это вообще ни о чем. Как бы альфа-версия, все понятно. Думаю, ну скачаю, позалипаю. Скачал. И первый динозавр, на ком я зашел, это, по-моему, был Дрио. То ли Дрио, то ли Галик, я сейчас уже не помню. И на какой-то сервер рандомный я просто ткнул. Я там ничего не знал, не понимал. Зашел на сервере ночь. Я в лесу. Ну, карта В3, та же самая. Я в лесу. Я не знаю, там ни про ночное зрение, ничего. Как бы понимаю просто, что, ну, меня сейчас будут жрать определенно. И хожу там, а там же темень. Там просто черный экран. Я давай разбираться. Думаю, настройки, яркость. Да как вообще это может быть-то? Как в это играть? И сидел там, ничего не понимал, ни во что не врубался. Ходил туда-сюда. Тут рассвет начался. Я думаю, боже, ну спасибо. Может, у меня динозавр, думаю, такой обиженной природой, который просто ничего не видит. Там я уже позже понял, как ночное зрение врубать. Ходил, бродил. Мне там каменюки лежат. А мне кажется, что это башка тираннозавра. Там какая-то ветка. А мне кажется, что это какая-нибудь там, блин, какой-нибудь аллозавр сидит под кустом. И я хожу такой, ё-моё, блин, да меня сожжут тут по-любому. А в итоге я там побродил и сдох просто от голода, потому что я не понимал, как искать воду, как искать еду. Карта огромная. Я хер знает где. Никаких ориентиров, ничего не понимал. Ну и, короче, сдох. Такой думаю, блин, какая-то дичь. А можно еще такой? И давай там на разных динозаврах играть, осваиваться. Уже там карту в интернете нашел. Начал что-то куда-то примерно ходить. И понравилось, что самое главное, то есть там ситуаций каких только не возникало, когда ты начинаешь играть в игру. Идешь там, влипнешь в какой-нибудь камень, просто сидишь тише воды, ниже травы. А мимо там, блин, аллозавр какой-нибудь проходит. И ты такой понимаешь, блин, да он, походу, что-то знает. Он на карты сядет, начнет там ходить, принюхиваться. Такой думает, блин, кто ты тут есть? А ты сидишь, у тебя трипота сошло уже, он тебя не видит, а он у тебя прям по экрану ходит, вот там в пяти метрах. Ты такой думаешь, да ё-моё, пожалуйста, не найди, только уйди. Или какая-нибудь ситуация, когда ночью за ботом гоняешься на джувике, и вот ты бежишь за ботом, а тебе из темноты навстречу Рекс выбегает, топает. И вы с ботом в разные стороны. У обоих по инфаркту, ты на клавиатуре просто лежишь уже, у тебя клиническая смерть, а палец сам на кнопку давит. И ты убегаешь, блин, на другой конец карты. И такой думаешь, блин, как хорошо, а можно мне вернуться к жизни и вот еще раз поиграть? И, короче, такие ситуации. Ну вот поэтому, как бы, я до сих пор играю в эту игру. Да я бы не сказал, что у меня прям много хейтеров, которые именно хейтили бы, то есть которые под каждым видео, там, вне зависимости от того, что ты снимаешь, как ты снимаешь, там, нравится людям, не нравится, писали бы всякую фигню в комментариях, накатывали бы в чат, устраивали как бы срачи какие-то, таких особо как-то и не наблюдается в целом, там, крайне редко что-то выскакивает. Но если в этом контексте говорить о тех, кто пытается как-то целенаправленно портить жизнь стримеру, то это, конечно же, стрим-снайперы. Но стрим-снайперов хейтерами назвать нельзя, потому что хейтеры это те, которые ненавидят, а стрим-снайперы это те, которые просто обижены. Обижены помимо того, что жизнью природой, обижены еще и на собственные баны, то есть на меня обижены, на модераторов обижены просто за то, что их забанили. И вот здесь я тебе расскажу одну интересную историю. Это был один из первых стримов по ИСЛЕ, был День без правил на Тапкине, вот мы играли маленьким микс-паком таким, там, я был на Дилке, была у нас Терка, Зухич и что-то там еще, ну, небольшая пачка, не какая-то сильно лютая. И нам на хвост упали Спина, Акра и кто-то еще, не помню. Ну, в общем, такая пачка, с которой нашей точно никак не справится. И просто давай за нами ходить, то есть они ходили за нами часа полтора, наверное, весь стрим, прям нога в ногу. Мы убегали, отрывались там лесами, полями, кустами, огородами от них, таким образом, что там ни один игрок никогда тебя не найдет. То есть сворачивали под листвой там всякими ущельями, найти тебя не можно никак, нельзя. Но стрим-снайпер, он всегда знает где ты, он просто сидит на стриме, он знает, куда ты пошел, он знает, в какой елке ты сидишь, куда ты повернул, знает, что у тебя за пачка, сколько у кого ХП, кто на ком играет, кто как играет, о чем вы вообще говорите, там, кто голодный, кто не голодный, кто хочет пить, кто хочет есть и так далее. Поэтому ты против стрим-снайпера не сделаешь вообще ничего, они знают о тебе все. Это, по сути, как игрок в Counter-Strike с Воллхаком. Он всегда знает, где ты, что ты делаешь и так далее. Поэтому тут никаких смыслов вообще попыток файта с ними быть даже не может. Ну и в итоге через какое-то время так и не смогли они нас догнать, они просто залетают втроем в Дискорд. У меня еще тогда были открытые каналы в Дискорде, я был молот и наивен. И просто давай разговаривать, что а вот это мы за тобой ходим, а вот это мы. Вот. Я у них спрашиваю, говорю, а вам нравится вообще нормально стрим-снайпить? Ничего там вас не смущает? Они говорят, нет, офигеть, ты не поверишь, так интересно. Прям упал на хвост и ходишь до Талова вот с конца карты до конца карты, а потом обратно. И все. И вот они этим занимаются, сидят и оргазмируют там просто сутками. А потом друзьям рассказывают, как это здорово и весело. Вот такой фигней люди занимаются. Но в итоге все трое получили по бану, конечно же, заслуженному. Я пробовал админам Тапкина на это жаловаться, прикладывал запись стрима прям с разговором этого человека. Скрины из Дискорда, реплей. Ну, там были неопровержимые доказательства. То есть он просто сам на стриме говорит, что вот да, я стрим-снайплю, мне по кайфу, мне все нравится. Попробуй сам еще говорит. Советует. Но администрация Тапкина все это посмотрела. Сперва говорила, ну вот, ну нет, но мы не можем доказать, что это точно он. После того, как им скажут, что да вы охренели, типа ну что вам еще нужно, какие еще доказательства. Вы просто, вы все видите, прям все. Там чистосердечное признание на весь мир. Потом они, ну нет, ну мы за такое не баним, у нас не запрещено. У нас стрим-снайпить можно, мы вообще не против этого. Я с ним говорю, ясно, короче, понятно. Пошел я в жопу. А самое смешное, что после этого мне в личку написал какой-то чел из клана, там, то ли Full HD, то ли Ultra HD, там, что-то DH, как-то так называется, со следующим посылом, сказал, говорит, поскольку ты забанил руководителей нашей организации, то мы теперь все будем тебе не давать жить. Мы, говорит, тебе, типа, выживем с сервера. Я такой, лол, ну удачи, давайте, давайте, ага. Поэтому вот у меня, у меня теперь есть целый персональный клан стрим-снайперов, которые там днем и ночью думают обо мне, засыпают, просыпаются с мыслями обо мне и вот откладывают все свои дела. Как только я стримлю, они все, они все у меня, как бы, вот. Короче, я владею их жизнями практически. Ну а есть другая категория стрим-снайперов. Это те, которые пытаются делать на этом контент. То есть какой-нибудь ютубер, который просто не способен снять что-то свое, оригинальное, интересное, что людям бы понравилось. И он начинает думать, как выкрутиться из этой ситуации и, соответственно, как бы, вот, привлечь просмотров за счет кого-то другого. То есть там у человека задача максимально простая. Ему просто надо тебя за стрим-снайпить и заснять это, а потом сделать об этом видос. Они также сидят на стриме, подбирают пачку под твою пачку. То есть если вы там на Алазаврах, они берут Альбертов. Если вы на каких-нибудь церках, они берут там Акрычей, например. Ну, заведомо, чтобы у тебя вообще не было шансов, чтобы ты никуда не убежал и так далее. По стриму приходят, находят, там устраивают файт, в котором у тебя вообще нет никаких шансов. А потом выкладывают ролик, типа, убили стримера. Ну и люди, как бы, приходят это смотреть. Ну а что я о них думаю? Слушай, ну а что о них можно думать? Вот представь, если у человека в квартире бардак, у него заводятся тараканы. Если у человека на сервере бардак, у него заводится вот такая вот чепушня. Ну ты же не судишь тараканов за то, что они завелись, да? То есть ты не говоришь им тараканы, о, какие вы плохие, какие вы злодеи, нельзя такими быть. Ну, ты понимаешь, они просто тараканы. Они есть не потому, что они плохие, они есть потому, что им позволяют. Поэтому не так важно, что ты о них думаешь, а важно, что ты можешь с ними сделать. А сделать с ними нельзя будет ничего до тех пор, пока администрация серверов, в том числе Тапкина, не начнет серьезно относиться к своей работе и банить за стрим снайпинг, как за метагейминг по Steam ID. Вот тогда эта проблема очень быстро решилась бы. Попался на стрим снайпинге? Бань тебе по Steam, покупай игру, приходи еще, будем очень рады. И все, никаких проблем. Ну а коли сделать ничего нельзя, то стрим снайпят и стрим снайпят. Ну, что поделаешь, как говорится. Шавки-то лают, но караван-то идет. Как-то так. Блэк, как ты взаимодействуешь со своей аудиторией на стриме? Зная тебя, ты раскрываешься, как есть в жизни. Нужно ли фальшивить или где-то что-то умолчать? По поводу взаимодействия с аудиторией, то я просто с ней общаюсь. Стрим — это во вторую очередь про игру. В первую очередь это как раз-таки про общение. И если ты стримишь и не общаешься со зрителями, то какой вообще в этом смысл? Когда у тебя 20, 30, там 40 зрителей, не так уж сложно читать чат, он идет достаточно медленно. Можно успеть всем ответить, поблагодарить за донаты, за подписки, назвать ники людей, которые пишут, им это очень приятно. Это если у стримера там 2-3 тысячи зрителей, и у него чат летит как истребитель, он там может прочитать физически просто там каждое сотое сообщение, дай бог, то там, да, там как бы могут быть проблемы, но у нас-то таких ограничений нет, по крайней мере пока. Поэтому никаких секретов нет. В принципе, стараюсь просто все читать, всем отвечать. Может быть, где-то, конечно, что-то пропускаю, там если какие-то динамические события происходят в игре, и я просто отвлечен на нее. Но стараюсь читать все. Что касается второй части вопроса, то нет, не нужно никакой фальши, не нужно пытаться выдать себя за кого-то, кем ты не являешься, что-то придумывать, в чем-то врать. Зачем? Зачем создавать самому себе трудности на будущее? Люди очень хорошо чувствуют фальшь, даже если вам кажется, что это не так. Вспоминайте Давыдыча, который стал приседалычем теперь уже навсегда. То есть вот он придумал какую-то фигню про полторы тысячи приседаний, ему теперь всю жизнь будут помнить эту фигню, и похоронят его, и на надгробной плите напишут «Умер, блин, от приседаний». Зачем? Никто не знает. Но вот он так сделал, и теперь его будут за это всю жизнь помнить. Не делайте так, не надо, оно того не стоит. Ну и при этом есть вещи, о которых ты можешь говорить на публику, и о которых ты не можешь говорить на публику. То есть зачем говорить о чем-то личном, там про семью, про друзей, про что-то еще, про какие-то проблемы. Люди ведь пришли к тебе, чтобы отдохнуть, чтобы расслабиться, чтобы сбросить напряжение, которое у них было за день. А не для того, чтобы быть твоим личным психологом, и вот сидеть слушать там нюни, какие у тебя проблемы, и весь вот этот негатив. Это, на мой взгляд, не стоит этого делать. Вот здесь для меня вообще темный лес. Я вообще ничего не знаю. Я знаю, конечно, что есть определенные ютуберы, которые снимают по ИСЛЕ, там более-менее знаю некоторые каналы, кое-что кое-где смотрю. Но что это за люди, что там происходит у них в жизни, какие слухи они ходят, это для меня вообще загадка. Я не интересуюсь сам никакими сплетнями, чтобы где-то у кого-то что-то выискивать, выспрашивать. И мне просто так тоже никто не приходит и не говорит ни о чем об этом. Поэтому здесь вообще ничего не знаю. Ну, если как стимул подразумевать нечто, что заставляет тебя вставать по утрам, развиваться, строить карьеру, развивать канал, то я думаю, это просто воспитание. У меня нет какого-то материального стимула, например, на данный момент, купить дорогую машину, дорогую квартиру или еще что-нибудь. У меня в целом все хорошо с этим. Скорее, вот просто воспитание, то есть понимание, что на тебя просто так с неба ничего не упадет. Если ты чего-то хочешь добиться, то тебе нужно очень много работать над этим. Но работать не просто бездумно, а работать как бы с умом, ставить перед собой определенные задачи, которые тебя будут вести вверх, а не просто горизонтально позволят тебе оставаться на плаву. В этих словах, наверное, не будет для многих ничего нового, но если вы будете повторять одни и те же действия в ожидании нового результата, то это безумие, это вам не поможет. Вам надо выходить из зоны комфорта и действовать. Соответственно, если вы хотите больше денег, то найдите другую работу. Не можете найти другую работу? Езжайте в другой город, снимите квартиру, ищите работу там. Все равно не можете найти. Значит, попробуйте поменять образование, отучиться на онлайн-курсах, там на кого-нибудь, поизучать, какая у вас требованная специальность. И, соответственно, вот такие шажочки один за другим выстраиваете, идете вперед. Кто останавливается, тот неизбежно деградирует. То есть, такого не бывает, что ты остановился и застыл вот в своем положении. Если ты остановился, значит, ты как бы будешь двигаться назад потихоньку, будешь терять то, что ты имеешь. А единственная возможность жить, это двигаться вперед. Мы же с вами сами, по сути, как персонажи видеоигр. Вы начинаете проходить игру, вот у вас есть персонаж, вы его прокачиваете, вы добавите ему силы, ловкости, интеллекта, харизмы, там и так далее, и ваше прохождение становится легче. А почему вы думаете, в реальном мире это должно работать иначе? Здесь все абсолютно так же. Чем больше вы себя прокачиваете, тем вам легче будет проходить эту жизнь, проходить эту игру. Абсолютно все то же самое. Вот я верю в эти принципы, и это, наверное, мой главный стимул. Что, по-твоему, нужно начинающему ютуберу или стримеру в первую очередь? Если можешь, опиши подробнее. Слушай, я и сам хотел бы, чтобы пришел какой-нибудь топовый стример и рассказал, что мне нужно делать. Но из того, что я уже, наверное, сейчас понял, и что можно посоветовать прям со всем начинающим, то самое главное иметь терпение. Надо понимать, что YouTube это не что-то, такое, где ты добьешься результатов прям вот так вот, по щелчку пальцев. Когда ты выкладываешь свое первое видео или проводишь первый стрим, это начало долгой и кропотливой работы, которая у тебя может занять годы, может занять там 10 лет, например, пока тебе не начнут как-то нормально смотреть. Тут самый лучший пример это Утопия Шоу. Кто-нибудь, кто-нибудь, наверное, знает этих ребят. Так вот, сейчас у них там миллионы подписчиков и просмотров, а эти ребята, они лет 7 просто делали контент, причем очень классный, и их смотрело там буквально, буквально вообще никто не смотрел, хотя у них реально был клевый контент. И их начали смотреть, вот просто как-то что-то произошло, и просмотры поперли, и они выросли там за краткое время, просто грандиозно, короче, выросли. А YouTube это рандомная вещь, ты никогда не знаешь, вот ты выложишь видео, у тебя ноль просмотров, а потом оно где-то завирусится, оно может быть попадет в какую-то подборку какого-нибудь топового ютубера или стримера, и ты улетел туда, куда-то в космос. А может быть такое, что ты реально делаешь годами, у тебя там по 10 просмотров, например, или вообще по ноль просмотров. Вторая важная вещь, которую я бы заметил, это ниша. То есть вам надо выбрать свою нишу на YouTube, надо понять, что вы будете снимать, вам надо найти какую-то игру или какую-то тему, которая людям интересна, но по которой мало информации на YouTube. Взять, например, ту же самую Ислу. Исла людям интересна, но не сказать, что по ней так уж много людей делают контент. В принципе делают, но больших каналов нет, понимаете? То есть нет каналов миллионников по Исле, нет каналов, у которых там по 400 тысяч подписчиков, например. Все наши каналы, они маленькие, то есть мы все тут, грубо говоря, начинающие. Поэтому нас смотрят. Соответственно, если Ислу вырастет во что-то очень большое, то нас будут смотреть еще больше, потому что мы здесь давно. И вам надо сделать то же самое, найти какую-то вот свою тему, в которой вы будете востребованы, то есть, грубо говоря, примерно так. Если вы сейчас пойдете и начнете снимать там Minecraft или Fortnite, то вас очень вряд ли будут смотреть, потому что есть десятки, если не сотни каналов, у которых очень много подписчиков и которых YouTube очень хорошо ранжирует, выводит их видео в рекомендации в топы и смотреть будут их. А до вас просто не дойдут, потому что YouTube вас не порекомендует. Вот это еще один важный момент. Также надо сказать и про технический аспект. Здесь топовые стримеры и ютуберы нам задали очень высокую планку по качеству в плане того, что какую бы игру вы ни снимали, какую бы ни стримили, у вас там должен быть ровненький FPS, блин, 60, не меньше. Должно быть хорошее разрешение, хорошее качество, все должно быть плавненько, четенько и без всяких там кубиков, квадратиков. Если у вас будет игра идти в 15 кадрах, то там будьте вы хоть красивы как Аполлоны, красноречивы, как кто угодно, вас все равно не будут смотреть, потому что это прям must have. То есть рассчитывайте своего железа и смотрите во что вы сможете играть, что у вас будет идти хорошо. Работайте над собой, работайте над своей речью, вы должны быть способны связать предложение из хотя бы пяти слов, только не из таких пяти слов, где первые два это ну, типа, а потом три матерных. Нет, так оно не работает. Когда что-то пишете, старайтесь быть одни или чтобы вас хотя бы не беспокоили, потому что когда вы пишете, а сзади на заднем фоне дерутся бомж с алкоголиком за право дать вам подзатыльник, и вся эта насильственная алкосимфония транслируется на ваше прохождение, то это не очень хорошо. Скорее всего, вас не будут смотреть в этом случае. Старайтесь соблюдать определенный уровень качества, не только в плане FPS в игре, но и в плане вас как автор. Ну вот это, пожалуй, все вещи, о которых я скажу. То есть, терпеливо, регулярно делайте контент, стремитесь к хорошему качеству, выберите правильную нишу, работайте над собой, развивайтесь, становитесь лучше, старайтесь делать видео лучше. Ну и про момент между видео и стримами, то есть, что лучше делать. По моему опыту, видео собирают намного больше подписчиков, чем стримы. То есть, соответственно, если вы прям хотите набирать подписчиков, то делайте упор на видео, а стримы оставьте для общения с аудиторией. То есть, просто пообщаться, отдохнуть, спросить, как у кого дела и так далее. Для роста канала они менее, скажем так, эффективны, чем видосы. Пожалуй, это все. Самый первый стрим я уже, честно говоря, плохо помню, почем был. По-моему, он был по Бладборну. Году в 2019, я тогда стримил еще на Твиче, и первое, что я решил пройти, это был Бладборн. Да нет, вообще не волновался. А чего волноваться, когда ты запускаешь первый стрим, у тебя не набрана никакая аудитория, никто не знает про тебя, что ты вообще существуешь, а ты просто стримишь с нулем зрителей, там, в лучшем случае с одним или с двумя, которые случайно как-то залетят. Никакого волнения, абсолютно, не волнуешься ни о чем. Играешь себе, играешь, на чатик смотришь, там, кто-нибудь что-нибудь напишет, ты такой, да, блин, ура. Здороваешься с ними, болтаешь. И в эти моменты, когда ты вот с нулем постримишь, ты перестаешь волноваться от того, что тебя смотрят люди. Ты будешь волноваться там скорее от того, что тебя не смотрят. Поэтому, чем больше народу установилось, тем становилось, наоборот, спокойней. Так что, нет, я бы не сказал. Оно как-то органично все прошло. А что по поводу первого стрима по ИСЛЕ, то, фу-фу-фу-фу-фу, тоже не волновался, на самом деле, потому что самый первый стрим, я даже сейчас помню, это был тестовый стрим. Я сидел ночью, там было часов 12 ночи, и настраивал АБС-ку, там, подгонял оформление, качество, битрейт, все вот это вот, выставлял и подумал. Ну, видосы я уже какое-то время снимал, там люди, в принципе, смотрели, и подумал, сейчас запущу тестовый стрим без всяких оповещений, без превьюшки, без всего, просто подключусь, без вепки, и посмотрю, как оно работает. С телефона сам на себя зайду и посмотрю, там, не лагает ли, не тормозит и так далее. Запустил стрим, сидел на Зухича, на Титане, и ко мне налетело там народу, ё-моё, как бы сейчас не соврать, но, по-моему, там, человек 30 точно было, если даже не 40. и у меня как челюсть отвисла, думаю, господи, а что будет, если я запущу, там, в нормальное время, с нормальным оповещением и всё такое. Ну, волнения тоже никакого не было, так и говорил ребятам, ребята, говорю, вы зря, зря вот так вот прибежали. Мы тут просто сейчас на 10 минут побродить, посмотреть, чтобы всё стабильно работало и потом уже провести нормальный стрим. Поэтому, да нет, я бы не сказал, что прям какое-то волнение было. Вот это очень хороший вопрос, и мне его люди периодически задают. Я на него периодически пытаюсь отвечать, и в очередной раз делал это в видео сравнение Legacy и Evrim. И тут, наверное, скажу в целом то же самое, что и там сказал. 50 на 50, ребят, 50 на 50, либо эта игра выживет и станет относительно успешной, либо нет. Доводы есть, и в ту, и в другую пользу. Положительные доводы это то, что у игры в целом практически нет конкурентов. То есть, что мы сейчас похожего знаем? Это Path of Titans, это Bermuda, но Evrim, Path of Titans и Bermuda, это очень разные игры, в них разные аудитории играют, то есть люди, которые разного ждут от игры. И я бы даже их особо конкурентами не назвал, они всё-таки в своих немножко нишах. Path of Titans там больше такая онлайновая система, то есть там квесты, там огромная панель инструментов, там единичка, двоечка, ты всё это выбираешь, как в каком-то Варкрафте. В Бермуде там вообще что-то карикатурное, там какие-то смешные мультяшные динозаврики, смешно бегают с кривыми анимациями, но там механики богатые, я согласен, и в принципе есть любители и такого. Исла это что-то более реалистичное, то есть она пытается себя позиционировать, как некий реалистичный симулятор динозавров, там хоррор, выживание, вот это вот всё. И люди, которым нравится это, они не сильно тяготеют к той же Бермуде и Path of Titans. То есть, соответственно, конкуренции у нас практически нет, благодатное поле для развития, для набора аудитории и онлайна. Также к положительным доводам можно отнести то, что игра в целом развивается. Обновления выходят, новые динозавры выходят, карты меняются, разработчики нам постоянно показывают какие-то новые механики, там с гереркой, с лазанием по деревьям, с какими-то ядами, с отравлениями, с прочим. Это тоже хорошо. Ну а теперь к отрицательным доводам. И первый из них довольно очевиден. Игра в Альфе уже 8 лет. Она стартовала в 15-м, сегодня 23-й. 8 лет, Карл. При этом 5 из них мы играли в игру, которую считали окончательной, то есть Legacy, что вот все будет в ней, она когда-нибудь выйдет в релиз. А они вдруг сказали, блин, Вася, все херня, давай по новой. И вот уже 4-й год они делают по новой. И не сказать, чтобы они сильно близко подошли к релизу. То есть мы не можем сказать, что вот им там осталось сейчас пара крупных обновлений, они все доделают, отшлифуют, и уже вот-вот там через годик где-нибудь там другой будет релиз. Вообще нифига. Вообще не близко. Еще минимум 4-5 лет, а может быть и больше, нам играть в Эвримов, которые будут выходить обновления. Она будет в Альфе. Через сколько лет нам ждать там Апексов, никто не знает. Дай бог, если там через 2 года или через год хотя бы они начнут выходить. И это только начнут, а ведь их будет много. Нам обещают там порядка 46 видов динозавров. Вы видите их сейчас в игре? Нет. Вы думаете, их все ведут там за 1 год? Нет. Их будут очень долго вводить. Поэтому я понятия не имею, что с ней будет. Верю ли я в то, что она может достичь каких-то успехов? Конечно верю. Но каких успехов? Давайте посмотрим, что у нас в Стиме в топе по онлайн-играм. У нас в Стиме в топе по онлайн-играм. А Contra, Dota, Apex и PUBG, вы верите в то, что она может подвинуть эти игры? Конечно нет. Конечно она никогда их не подвинет. Там разработчики с огромными бюджетами, с огромными маркетинговыми бюджетами, в том числе и не только по разработке, которые пиарят, устраивают онлайн-турниры, потому что это еще и киберспортивные игры. И Исла туда не влезет вообще никак. А куда она может влезть? Вот у нас на 21 месте в Стиме по популярности, например, Ark. И вот в лучшем случае она куда-то в первую тридцатку, при том, что звезды все сойдутся, она, наверное, сможет войти, если прям все будет хорошо. То есть где-нибудь там в районе арка она может оказаться. Но если будет так, то это Донти, он просто уже ворвется в студию, там откроет шампанское, будет бегать, брызгать по всем там и орать, как дурной, а потом его в скорую увезут. И у него над головой будут там трайки с долларами бегать, вот так, кружочками. Ну или они начнут творить всякую фигню, вводить там Pay to Win и всякие премиум аккаунты, премиум динозавров, и игра просто сдохнет. Может и такое быть, к сожалению. В Стиме вообще всего 20% игр из альфа-версии доходят до релиза. Это статистика. Ну, я просто верю. Я просто хочу верить, что что-нибудь из нее все-таки получится. Планируешь ли в будущем на канал занести контент, что удивил бы твоих подписчиков? Контент, который удивил бы подписчиков? Да я даже не знаю, чем их вообще можно удивить. Я вот их пытаюсь как-то удивлять, а они не удивляются. Никаким другим играм, кроме Ислы, они в принципе не удивляются. Вот, поэтому удивлять это там, я не знаю, аккаунт на OnlyFans, если только заводить, но я к такому пока не готов. Ну, я бы сказал так, что если я решу делать какой-то другой контент, принципиально там, я не знаю, про машины, например, снимать, или там про самолеты, про что-то еще, то я просто другой аккаунт создам, то есть другой канал. Но у меня таких планов пока нет. Поэтому, ну, 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 они не удивляются. Я пытаюсь снимать по другим играм. Ну, там, конечно, есть там какие-то свои просмотры, но они с Ислой вообще не идут ни в какое сравнение. Но, тем не менее, для разнообразия в целом пойдет. Ну, чтобы прям удивить, не уверен, что это вообще возможно. Пожалуй, что канал это и есть мое основное увлечение в свободное время, потому что это не мой основной вид деятельности. Я не зарабатываю этим на жизнь, это именно что хобби. Но если помимо канала, то можно съездить на природу, пожарить шашлычков или там выехать за город. У нас у родителей дом загородный есть, мангал, шашлычки, посидеть хорошо на улице, в беседке. Или просто в какое-то хорошее место сходить, съесть вкусный стейк, покурить кальян, посидеть, отдохнуть. Ну, какие-то мероприятия периодически ходим, футбол, хоккей. Не то, чтобы я прям сильно интересуюсь или смотрю там чемпионат России, но придешь, там стадион, классная атмосфера, классная и такой уху, круто, я ничего не понимаю, что происходит, но мне нравится. Как-то так. В театр можно сходить, в принципе, тоже люблю. Но только не на, только на классические постановки, прям вот жестко классические, а не на вот эти вот современные видения упоротых авторов, которые там, что попало делают, там, рука-лицо просто сидишь. Поэтому, да, только на классические. В целом, как-то так, ничего прям сильно особенного, никакого там жесткого экстрима. Ну, пару раз на страйкболе я еще был, но не сказать, что это прямо увлечение, я там побывал и больше не был. Хотя понравилось в целом, но просто как-то в график не влазит. Да и просто на диване люблю поваляться, посмотреть YouTube, что-нибудь там для общего развития, для расширения кругозора. Про космос люблю смотреть канал, «Космос просто есть», интересные ролики выходят. Про динозавров тех же самых, там, если что-то посерьезнее, то, например, Павла Скучиса, там, «Палеоновости» выходят, где что нашли, там, какие статьи, кто что открыл, кто что доказал. Или Ярослав Попов, тоже есть канал Московского Дарвиновского музея, тоже люблю позалипать. Ну, или про автомобили, например, «Эльдаровтоподбор», «Академик», вот эти все ребята, как увижу, там, делаем гольф, там, быстрее пяти секунд, я сразу, о, на ближайшие четыре часа я все, выпадаю из жизни, смотрю, как собирают гольф. Короче, такие довольно разные интересы. Хотелось бы еще, конечно, иметь опцию похвастаться тем, что я много читаю, но вот, к сожалению, с чтением как-то последнее время не задается. Есть у меня книга настольная, «Люцисинь. Задача трех тел». На самом деле, очень классная интеллектуальная научная фантастика, но вот как-то медленно у меня идет, когда-нибудь все-таки прочитаю. Но тем не менее, всем рекомендую. Очень классные сюжеты описываются, поэтому если любите научную фантастику, то вот, обратите внимание. Ну и в целом, как-то так, наверное. Ничего прям сильно особенного, не какого-то там особенного экстрима, такие довольно приземленные увлечения. Блэк, что бы ты сделал на 100 тысяч подписчиков? Что бы я сделал на 100 тысяч? Ну, 100 тысяч – это, знаете ли, очень серьезная уже цифра такая. Прямо очень серьезное мероприятие. Можно было бы сделать ролик, ретроспективу развития канала, понадергить туда отрезков из очень старых видосов, ну, соответственно, от старых к новым, и вот показать, как мы развивались, как мы прогрессировали, как мы пришли к этим 100 тысячам. Но это не самое главное. Самое главное, я бы сказал огромное спасибо всем тем людям, которые сделали это возможным, всем тем людям, которых пока не 100 тысяч. Все те, кто есть у нас в Дискордике, вот им огромное спасибо, они просто супер топ, самые лучшие. Их мало, но они в тельняшках, знаете это выражение, да? Вот все наши ребята, они все в тельняшках, они стоят 100 тысяч даже сейчас. Поэтому низкий им поклон, спасибо им за то, что они заставляют меня понимать, что все, что я делаю, это кому-то нужно, это кому-то приносит радость, это делает лучше чей-то плохой день, это делает лучше чье-то плохое настроение, за всю их обратную связь, поддержку и в принципе активность и за то, что они вообще есть. Вот, всем и каждому. Хотел бы назвать всех по именам, но их очень много, поэтому боюсь кого-то забыть, просто ребятки, знайте, что вы топ. Спасибо вам большое за поддержку. Даже сейчас, не дожидаясь 100 тысяч. Но помимо этого еще можно было бы, на самом деле, много чего сделать. Можно было бы провести какой-нибудь розыгрыш, можно было бы выбрать, допустим, 2-3 каких-нибудь дорогих игры, которые будут на то время актуальны, условные какие-нибудь GTA 6, там, RDR 3, что-нибудь такое, что люди еще там три раза подумают, прежде чем покупать, потому что, ну, типа, денег вообще, ё-моё, сколько это будет стоить. А у нас тут такое событие, такое мероприятие, можно было бы вот такое разыграть. Ну и к ним вдобавок там штук 5 ключей, например, на ESL, ту же самую, или на что-нибудь еще, во что у нас люди играют. Как-то так, думаю, я бы сделал что-то такое, примерно. Но в первую очередь, конечно, благодарность всем. А что бы ты сделал на 500 тысяч подписчиков? Ну, ну, а 500 тысяч, это еще в 5 раз более серьезное мероприятие было бы. Поэтому я даже представить не могу, что, что бы я делал вообще. Ну, я бы точно, опять же, всех поблагодарил, но 500 тысяч, это, это что-то прям очень какое-то заоблачное, недостижимое, на данный момент, наверное. Я даже не знаю, что должно произойти не то, что с каналом, а это, скорее всего, с ESL, наверное, должно произойти что-то немыслимое, если оно там вдруг сместит доту и контру, что, ну, прям сильно вряд ли. И прямо столько людей в ютубе побегут искать ESL, и побегут смотреть ESL, и в том числе подписываться будут на всех нас, кто вот ее давно снимает. Я даже не загадываю про такие цифры, это что-то из области фантастики, пока что, по крайней мере, на сегодняшний день. Ну, тоже розыгрыш какой-нибудь сделал бы, сделал бы, там, не знаю, ну, надо было бы придумывать прям что-то, что-то такое крутое, что-то грандиозное, я не знаю, может, там, какую-нибудь плойку бы разыграть, может быть, сходку подписчиков устроить, хотя 500 тысяч, если даже там тысяча приедет, это вообще сколько народу, это, я не знаю, что делать с таким количеством людей, ну, что-нибудь придумали бы, что-нибудь придумали бы, поживем, увидим, дай бог, если когда-нибудь будет 500 тысяч, то, Скай, я тебе первому расскажу, что я придумаю. Ты делаешь хороший обзор на ИСЛУ, многие подписчики думают, что, знаешь, смонтажить ролик это, типа, раз-два плюнул и готово, расскажи, на самом деле, как это тяжело. Ну да, это вообще ни капли, ни легкий процесс, монтаж занимает очень много времени, и тут есть одна большая разница, когда ты снимаешь просто обычную игру, тот же самый Форс Полкин, вот сейчас на канале выходит, это сюжетная игра, ты оттуда особо вырезать ничего не можешь, ты вот сел, час поиграл, тут же этот час закинул в монтажную программу, там, начало, конец немножко подрезал и на рендер, все, это время не занимает, там, 5 минут, ну, соответственно, то есть, сама обработка, и он тебя там рендерится 2 часа еще, и тут же на YouTube все, соответственно, за день можно пилить, там, по 5-6-7 серий этого Форс Полкина и вообще не париться ни о чем, а вот ИСЛА, это совсем другое дело, ИСЛА это такая игра, в которой ты, во-первых, 2-3 часа ходить и вообще ничего не будет происходить, то есть, ты даже никого не встретишь, просто ходишь и все, ты же не можешь делать видео из того, что ты просто ходишь, тебе нужны какие-то события, тебе нужны, нужен какой-то экшен, какое-то повествование, какие-то сюжеты и, соответственно, вот ты играешь до тех пор, пока не найдешь эти сюжеты, эти файты, что-то, что тебе можно будет реально показать людям и это занимает несколько дней, то есть, 3-4, там, иногда 5 дней, ты просто сидишь и там по паре часов в день играешь и исходного материала там может быть и 5 часов, и 7 часов, и 10 часов, по терке, например, часов 10 было материала, там, очень долго я снимал, по шанти, тоже часов 7, и, соответственно, вот этот огромный объем у тебя там несколько дней занимает чисто съемка, потом ты закидываешь весь этот объем в монтажную программу, и тебе эти 10 часов надо жестко порезать, ты убираешь все лишнее, где ты просто ходишь, где ничего не происходит, оставляешь только какие-то вот интересные события, где, где есть хоть что-нибудь, и стараешься вот влезть в час тайминга, примерно в час, ну, желательно там минут 40, YouTube больше это любит, но у меня чаще всего выходят в районе часа, после этого ты выбрал, какие события тебе оставить, ты начинаешь уже вот этот сырой материал, но тем не менее он уже относительно исходный, не исходный, точнее, а итоговый, начинаешь его обрабатывать, начинаешь делать вставки, начинаешь делать переходы, начинаешь там какие-то надписи вставить, какие-то мемы, какие-то рофлы, шутки и так далее, там, отрывки смешных видосиков подходят под какую-то ситуацию, ты их вот там качаешь с YouTube, и тоже туда лепишь, вставляешь музыку, уравняешь звук, чтобы все эти дорожки нормально звучали, не перебивали друг друга, чтобы все вот комфортно звучало и выглядело, потом, как я в последних видео по легоси придумал, я еще дублирую файты видом со стороны, то есть я захожу на реплей, снимаю еще раз этот же самый файт с разных ракурсов, там, с 3-5 ракурсов, там, захотелось там попробовать сделать облет, например, там справа шанты, или слева шанты, или сверху шанты, ты все эти варианты, опять же, добавляешь, отдельно их монтируешь, смотришь, чтобы это было покинематографичней, поприятней выглядело, поприкольней, и вот это постоянные муки выбора, и муки пытаться сделать все лучше, чем оно есть, соответственно, соответственно, вот в таких муках рождается видео, потом еще 10 раз все переделываешь, ты уже, например, дошел там, повставлял, помонтировал, вроде как все слепил, и думаешь, блин, а вот там зашла бы вот эта вот шуточка, там еще, например, идеально, ты возвращаешься и переделываешь, вставляешь эту шуточку, потом думаешь, блин, как-то, как-то слишком мало, а может мне вот этот вот там сюжет поменять на тот все-таки, пробуешь менять, потом меняешь обратно, потом, ну, потом в итоге у тебя вжух месяц и видео готово, короче, примерно так, очень трудоемкий процесс, честно говоря, вот я не знаю, может быть есть люди, которые быстрее могли бы это делать, но я пытался, и я не нашел никаких способов, как бы это все ускорить, как бы и увеличить свою продуктивность в этом плане, поэтому, да, видео пояслей выходят редко, но они просто очень трудоемкие, то есть весь вот этот процесс, я не могу сидеть и 8 там или 9 часов в день просто монтировать, если бы я мог, то, наверное, да, я бы там за неделю мог бы делать видео пояслей, но я сижу там по часу, по полтора часа, я на процессе монтажа, этот собственный видос пересматриваю, наверное, раз 15, а может быть 20 в итоге, чтобы посмотреть, что он нормально выглядит, поэтому я их практически все знаю наизусть еще до того, как они вышли, вот примерно так выглядит процесс, если кому-то было интересно, то, что там представляет из себя сама программа монтажа, когда там все намонтирован, там просто чертов лабиринт, штук 10 аудиодорожек, штук 10 всяких видеодорожек, со всякими картинками, со всякими видеовставками и прочим, то есть там реально черт ногу сломит, я иногда выкидываю скрины с Sony Vegas в дискордик наш, но скрин это просто верхушка айсберга, то есть то, что люди видят на скрине, там еще ползунок вправо на 10 километров мотается со всем вот этим монтажом, и вниз на 10 километров мотается, то есть это такая 3D картина квадратная объемная кубическая скорее не квадратная ну и короче говоря вот так оно все выглядит сложно блин сложно это при том что я достаточно хорошо владею Sony Vegas я уже в нем работаю как раз таки с 18 года ну вот излил душу спасибо что спросил мне на самом деле нужно было высказаться на эту тему у меня просто закрылся гештальт только что по-моему или еще что-нибудь сложный вопрос философский вопрос я бы сказал так что каждый человек создает мир вокруг себя какой это будет мир мир где человек человеку брат или где человек человеку волк это зависит от самого человека если ты обманываешь предаешь кидаешь то и люди вокруг тебя будут такими понимаешь плохие люди тянутся к плохим хорошие люди тянутся к хорошим соответственно все все то же самое будет происходить и с тобой если ты хочешь жить в лучшем мире где человек человеку брат то веди себя как человек который живет в этом лучшем мире помогай людям давай людям шанс и не суди людей поспешно пытайся понять их войти в их ситуацию относись ко всем так как ты хотел бы чтобы относились к тебе и тогда наверное ты сможешь остаться человеком в любой ситуации ну ничего лучше я не придумал ну и по традиции давай пожелания для всей твоей аудитории всем побольше положительных моментов чтобы каждый день в вашей жизни происходило что-то что вызывает у вас на лице улыбку что поднимает вам настроение всегда оставайтесь людьми думайте о других заботьтесь о ближних и всем лучи добра вот такое интервью получилось взять мне в Black Ninja от тебя скажу что мне было очень приятно и я говорю огромное спасибо Владу обязательно подписывайся на канал Black Ninja все ссылки будут в описании а также ставь пальчик вверх под нашим роликом и подписывайся на наш канал всем удачи ждем новое интервью пиши комментарий субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok